Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствую вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегет и мы продолжаем вместе с вами изучать книгу «Деяний». Сегодня читаем седьмую главу. Сразу скажу, что она несколько вот так вот пространнее, чем другая, потому что здесь приводится подробная речь архидиакона Стефана на судилище Синедрионе, но мы рассмотрим ее фрагментами, основные мысли. Итак, читаем. «Тогда сказал первосвященник, так ли это?» А о чем речь? Речь идет о тех обвинениях, которые только что перед этим, вот в конце шестой главы были озвучены, преподнесены Стефану. И в чем именно его обвиняли? Его обвиняли в том, что он якобы говорил хульные слова на Моисея и на Бога. И вот представили ложных свидетелей, которые говорили, «этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон». Да, и то, что Иисус Назарей говорит, он разрушит место сие, переменит обычаи, которые передал на Моисея. И вот первосвященник обращается уже к Стефану, так ли это? То есть, действительно ли вот ты произносил все это? Право ли обвиняющий тебя? Но он, то есть Стефан сказал, «Мужи, братья и отцы, послушайте». Смотрите, как уважительно он к ним обращается, да? То есть, нет никакого пренебрежения, а очень такое возвышенно, то есть, он их как братьям, как отцам, как мужам. Послушайте. «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан». Господь именуется Богом славы, потому что, действительно, только у Бога подлинная слава. И когда мы приобщаемся к Господу, то неважно, какие там гонения, кто-то нас оскорбляет, притесняет, ложные обвинения, вот как Стефану предъявляют, в Боге нам дается подлинная слава. И вот, значит, он говорится здесь у Стефана, что он явился, Господь, Бог славы, отцу нашему Аврааму, прежде переселения его в Харан, и сказал ему, «Выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, «А оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете». Ну, вот если мы откроем книгу бытия, и вообще те, кто достаточно так вот щепетильно изучают тексты библейские, вот так вот подробные, придирчиво где-то к разным стихам библейским, то они могут сказать, ведь вот эти слова Божии, «Выйди из земли», да, из земли твоей, из родства твоего и так далее, ведь это было произнесено уже в Харане, а тут получается еще прежде переселения в Харан. Вначале ведь отец Авраама, Фарра, так его звали, и они находились в Уре-Халдейском. И вот согласно книге бытия, они вначале исходят из Ура-Халдейского, потому что отец уже тоже задумывал Фарра переселиться в Ханаанскую землю, куда потом Авраам и пришел. Вот, но идут в Харан, и потом только там уже Бог является Аврааму и говорит, выйди. Но на самом деле, согласно священному преданию, и не только преданию, согласно Писанию, Господь ведь часто являлся Аврааму, и часто что-то открывал ему, призывал, да, вот, или от чего-то предостерегал. И из одного вот такого текста, там в книге бытия тоже, есть такие слова, когда Бог обращается к Аврааму и говорит, что «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Ура-Халдейского, чтобы ввести тебя в землю сию, то есть себе таванную». Получается, что самое первое переселение с отцом его Фаррою в Харан, оно было тоже уже по откровению Божию. И этому есть определенные основания. А потом уже было второе призвание, уже в Харане, и тогда вот он, да, оттуда тоже шествует, чтобы наследовать землю обетованную. Значит, оттуда, то есть из Харана, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете, говорит Стефан, обращаясь вот к этим законоучителям и представителям Синедриона, «и не дал ему на ней наследство, не на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомство его по нем, когда еще был он бездетен». То есть Авраам был призван, да, и Авраам всегда вот как верный слуга Божий, следует по зову Божию, хотя, собственно, в Хананской земле он не имел никакого особого достояния, это потом уже действительно потомки его наследовали, особенно ведомый Иисусом Новином, а сам Авраам, он как пришлец на этой земле, как бы тоже взыскуя будущего, грядущего града и будучи посвящен прежде всего Граду Небесному. И сказал ему Бог, вот тут развертывается такая панорама из истории богоизбранного народа, то, что Аврааму было обетовано, что наследует обетованную землю, когда он еще не имел сына, ребенка, был бездетен, но ему уже обетованный, и он поверил, вот эта вера вменилась ему в праведность, и сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Ну, лет 400, там высчитывается более точно 430 лет, и вот эта чужая земля, это имеется в виду, конечно, Египет, где окажутся потомки Авраама. Но я сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на 7 месте. И дал ему завет обрезания. Посем родил он Исаака, и обрезал его восьмой день, а Исаак родил Иакова, и Аков же 12 патриархов. То есть вот этот заповедь обрезания, она, конечно, как установлена через Авраама, ну, тоже, конечно, по особому откровению Божию, означала некое отсечение такой ветхой чувственности. Если языческий мир он утопал в разврате, в поиске плотских удовольствий, то здесь вот как некое такое вот отсечение и посвящение себя через пролитие крови Богу. То есть завет запечатлевается кровью, как такое вот жертвенное посвящение себя, терпение вот этой боли. И народ, он выстраивается в этой ветхозаветной традиции, упоминается Исаак, потом Иаков, потом 12 сыновей Иакова, которые называются патриархами, как родоначальники вот этих 12 колен израилевых. Но что мы видим? Тут же вот Стефан ссылается на пример Иосифа, и патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. То есть вот Стефан, он ссылается на такие сюжеты из ветхозаветной истории, которые напрямую указывают на грядущего Христа. Вот как Иосиф из зависти был продан, а также и Христос, который не сотворил никакого зла, и не было лукавства в устах его. Он был продан за 30 серебряников, а Иосиф – это как некий прообраз в Ветхом Завете, прообраз Христа Спасителя, его невинной жертвы. Но Бог был с ним, с Иосифом, и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. То есть люди могут строить разные козни. Они действительно могут причинять нам страдания, доставлять какие-то неудобства, скорби, и причинять болезненные раны. Но все оказывается включено в Божий промысл. И правильно принятые вот эти скорби, они могут обернуться вдруг неожиданным каким-то жизненным успехом, как это получилось на примере Иосифа. То есть ему Господь подает в Египте мудрость и склоняет в его сторону фараона, который ставит его как начальника, ну как бы наместника над Египтом, над всем домом своим. И пришел... А затем что? Потом сами, значит, его братья, которые его продали, вынуждены были к нему уже обращаться за помощью. И пришел голод, и великий скорбь на всю землю египетскую, и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Но вы, может быть, помните, как Иосиф предусмотрительно, вот он давал советы фараону, и они смогли заранее накопить нужную часть хлеба, чтобы не испытывать голода. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. То есть, помните вот эту историю, как братья поначалу не узнали Иосифа, ну так как он в царском таком величии, а он-то сразу узнал, да, и он-то, помните, он даже вышел, заплакал, но не показывал своих чувств своим братьям, а постарался как бы их вразумить. Помните, вот подбросил вот эти приборы, там золотые или серебряные, в мешки с зерном к Вениамину, и потом как бы обвиняя его. Ну, в общем, чтобы опять оказались в этой ситуации, как бы повторилось то, что связано с самим Иосифом, и братья уже раскаялись, раскаялись, после этого он открывается, и он тогда говорил, что вы замышляли злое, но Бог обратил это во благое. И вот так вот открывается род Иосифов, то есть, все его семейство, и они перемещаются в Египет, из-за того, что там было больше пропитания во время данного голода. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все ротство свое, душ 75. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши, и перенесены были в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценой серебра у сынов Еммора Сихемова. Ну, то, что вот именно, значит, сказано, Иаков перешел в Египет, скончался сам и отцы наши. Отцы имеются в виду вот эти патриархи, не только Иосиф, да, но и другие там, Рувим, Иуда, Леви, Симеон там и прочие, Завулон, Нефалим, вот, они тоже, и согласно преданию, согласно преданию, они тоже были перенесены в Сихем и там погребены. То есть, Стефан, он ссылается не только на Писание, но и на предание, вот так же, как и с тем уром халдейским. Он не ограничивается Писанием, он опирается на предание. Древнейшие свидетельства, они это подтверждают, подтверждают верность этих преданий. «А по мере, как приближалось время исполнится обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа». То есть, сменилась династия царская. И когда меняется династия, то меняются все там симпатии, весь двор меняется, и те, кто были на высоте, они не спровергаются. И, соответственно, опираться уже на род Иосифов новые фараоны не хотели. Сей, то есть, вот новый, как бы из новой династии, ухищряясь, фараон, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы они оставались в живых. То есть, пытались воздействовать на иудеев, сокращая их рождаемость, ставя их в такие условия, чтобы они вынуждены были сами отказываться от своих детей. Ну, или, если не откажутся, то их просто-напросто убивать. И вот в такой трудной ситуации как раз тоже промысл Божий подает пророка. Читаем, как говорит об этом Стефан. И чуть попозже мы поясним смысл всей вот этой речи. «В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом». А прекрасен в каком смысле? А в смысле красоты своей души, потому что не было ничего безобразного. И обезображивает душу человеческую только грех, только вот эти вот злые, какие-то скверные помыслы, всякая нечистота, которая примешивается душе. А душа, исполненная любви, смирения, кротости и терпения, душа, которая наполнена милосердием к ближним, вот эта душа прекрасна пред Богом. И вот Господь, Он провидит уже душу Моисея, его мудрость, его любовь к своим братьям. Поэтому сказано, что он был прекрасен пред Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего. Ну, а потом уже скрывать было невозможно. И что, помните его вот, как спрятали там в люльке, в тростнике? Значит, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. Она пришла купаться, да, и там вот находит вдруг еврейского вот этого мальчика в корзинке и берет его дочь фараона. И вот так он ей понравился, что она воспитывает его как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Вот пример Моисея говорит нам о том, что мудрость мирская, она тоже нам нужна. И вот это вот познание естественных каких-то законов, конечно, тогда наука была не настолько вот обширна, но какие-то сведения были, люди это изучали. И вот Моисей был научен всей египетской мудрости и был, сказано, силен в словах и делах. А речь идет о чем? Не о том, что он, понимаете, мы знаем, что он был косноязычен, но тем не менее он же говорил, общался, будучи гугнивым, все равно общался. И вот когда человек говорит от чистого и искреннего сердца, то его слово воспринимается лучше, чем слово какого-нибудь оратора, но лукавого оратора. Тот там тысяча тебе каких-то риторических фигур, да, и пытается там всякие там доводы, рассудочные доказательства. А если душа лукавая, то доверия к ему нет. И, соответственно, силы нет в таком слове. Если хочешь, чтобы слово твое было сильным, старайся прежде всего, чтобы сама жизнь твоя была чистым свидетельством для других. Тогда слово, не расходясь с твоим делом, оно будет сильным словом. И о Моисее сказано, что он был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. А вот согласно такому древнему преданию, жизнь Моисея, она делилась на три части. Вообще она вот 120 лет, и делится на три части по 40 лет. Вот 40 лет, когда он при дворе фараона египетского обучается этой мудрости, потом он пытается помочь народу, но не получается. Вот дальше он 40 лет живет в горах Мадиамских. Там, ну, конечно же, он в каком-то, такой есть внутренний подвиг. У него, конечно, семья, сыновья рождаются уже в Мадиамской земле. А потом, когда эти 40 лет завершаются, уже 80 лет, он выводит народ, и вот новые 40 лет, посвященные всецело избавлению своего народа. И так вот, когда первые 40 лет исполнилось ему в 40 лет, пришло на сердце посетить братья, то есть, как бы проявить особое участие в их жизни. И увидев одного из них, обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. То есть, Моисей явно увидел, что, ну, явная несправедливость, да, и там что-то вот отнимают, как-то притесняют его брата, и он вступился, но получилось так, что он убивает буквально этого египтянина. И тут Стефан поясняет, он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение. Но они не поняли. То есть, конечно, ветхозаветные времена, это времена такие жесткие, когда избавление, оно во многом тоже достигалось через вот где-то отъятие жизни даже, ну, и всемирный потоп, тоже ведь отняты были жизни у грешников. И тут получается, что Господь, вот он так вот призывал Моисея, а народ не мог сразу понять, что он их избавит из египетского рабства. Значит, они не поняли. На следующий день, как вот это проявилось, на следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, Моисея, сказав, «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» То есть, можно представить, с каким раздражением произносит тот вот израильтянин. То есть, казалось бы, они уже знали, что Моисей защищает своих людей, что Моисей против угнетателей, вот этих египтян-притеснителей, но находятся такие, которым Моисей не указ, потому что они думают только о личной выгоде. И вот этот обидчик, притеснявший ближнего, он буквально отталкивает, нагло, дерзко отталкивает Моисея, и вдруг выдает это знание, что он знает, что тот убил египтянина, а из этого что следует? То, что на Моисея могут донести, причем донести свои же братья, израильтяне, вот как этот обидчик, и его могут строго наказать. От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По исполнении сорока лет, то есть вот вторая часть жизни прошла, а и вот тут наступает такое ключевое событие, причем не только оно ключевое в жизни Моисея, а вообще в Священном Писании. Явился ему в пустыне горы Синая «Ангел Господень в пламени горящего тернового куста». То есть Богоявление. Господь являет себя, сказано «Ангел Господень», но имеется в виду Великого Совета Ангел. Если возьмем мы святоотеческую традицию, и святой Ян Златоуст, и Василий Великий, и святой Иустин Философ, и многие другие отцы, они говорили так, что вот Сын Божий, он в Ветхом Завете уже предустраивал свое будущее воплощение. Вот в Новом Завете он уже реально воплотился, как реальный человек, восприняв конкретную такую человеческо ощутимую плоть, а в Ветхом Завете он предустраивал будущее воплощение, являясь в разных видах, и в том числе в виде вот этой огненной купины, то есть огня, который обымал собой терновый куст, который горел и не сгорал. И впоследствии, кстати, вот вспомните, вот это же как бы Господь, он в виде огня не сходит и на апостолов, и они тоже не сгорают. Книга Деяния – это свидетельство о явлении Духа Святого, который как огонь сошел на апостолов, и они, будучи объяты, они не сгорали, и вот несут благодать эту Духу Святого, и она попаляет грехи людей, очищает сердца человеческие, если, конечно, мы каемся в своих грехах. И вот это вот явление, там явление было именно Сына Божия, как великого совета ангела в пламени горящего тернового куста. И вот здесь тоже некое такое предуказание на терновый венец Христа грядущего, который ради спасения, обожения всего мира, чтобы вот эта благодать Духа Святого в виде огня сошла на всех, он принимает страдания, он принимает на себя терновый венец, вот эти раны от тернового куста. И все как бы предустраивалось еще в Ветхом Завете. «Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Вот почему такие слова Господь произносит? Что для Бога важны люди, то есть Он не просто отвлеченный, как «Я Господь над всем миром, и все», а есть возлюбленные чадо, это человек, созданный по образу Божию, и те, кто из людей откликаются на призыв Божий, они ведь в особом положении у Бога. Это вот Авраам, Исаак, Иакова, и поэтому Господь не стыдится называть себя Богом Авраама, Богом Исаака, Богом Иакова. И, конечно, вот то имя, которое открыто было Моисею, Яхве по-еврейски, вот как оно звучит на еврите, на древнееврейском, оно указывает на такую таинственную, божественную сущность, непостижимую для человека. Я есть тот, который есть, да, я такой, какой я вот пребываю, и неизъяснимо это для рассудочного человеческого понимания. Бог есть самобытие, вот по-гречески это слово переводится как «го он», сущий, пребывающий, то есть тот, в ком бытие в нем самом, оно не зависит ни от кого, он есть самобытие, и он наделяет бытием весь мир. И вот он открывается Моисею с таким именем и свидетельством, что он есть Бог отцов твоих, вот Авраама, Исаака, Иакова. И Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть, то есть такой священный страх, трепет, благоговение, страх Божий обымает его. «И сказал ему Господь, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Вот этим подтверждается, что есть именно святые предметы, может быть, святая вода освященная, может, храмы святые есть, то есть там, где мы должны проявлять особое благоговение, не пытаясь, не приходя в каком-то обыденном своем виде. То есть в святых местах мы должны вести себя соответствующе, а не так, как мы ведем себя где-нибудь на рыбалке, во время, я не знаю, игры в футбол или приготовливая пищу. Хотя даже приготовливая пищу тоже можно молиться, воспевать псалмы, петь молитвы и освящать саму пищу через это. И вот Господь говорит ему «Я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стенание его, и не сшел избавить его». То есть Господь, оказывается, видит наши все страдания, Господь неравнодушен, ему жалко человека, но он устраивает так, что страдания эти тоже для нас бывают в какой-то момент полезны, а потом все равно придет от Бога избавление. «Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Вот так, значит, Стефан вкратце описал события священной истории вплоть до призвания Моисея, и потом делает какой вывод, Стефан? «Сего Моисея, которого они отвергли», то есть 40 лет назад они не захотели его принять, которого они отвергли, сказав «Кто тебя поставил начальником и судьею? Сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте». Вот как, да, через ангела, великого совета ангела, и впоследствии великого совета ангел воплотится и воспримет на себя тоже терновый куст, терновый венец. И вот этого, значит, сего, то есть Моисея он послал начальникам и избавителям, которого они отвергали. И Стефан для чего ссылается, например, Моисея? Показать, что для народа израильского действия вот эта непокорность Богу, и в том числе непокорность самому Моисею, она была характерна уже тогда. Вот тогда они отвергают и с трудом принимают Моисея, которому является вот ангел в терновом кусте, в пламени тернового куста. А теперь те же самые иудеи, то есть вот наследники тех вот противившихся Моисею, иудеев, они не принимают Иисуса Христа как воплотившегося великого совета ангела. Возвращается Стефан к Моисею. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в Черном море, то есть в Красном море, по слуху провели, и в пустыне в продолжение сорока лет. Это тот Моисей, который сказался нам, Израилевам, пророка воздвигнет вам Господь, Бог ваш, из братьев ваших, как меня. Его слушайте. Здесь явно тоже отсылка к Иисусу Христу. Вот как Моисей призван был Богом, чтобы вывести народ израильский из рабства египетского. Так Христос, Сын Божий, становится Сыном Человеческим и называется Спасителем. Почему? Потому что он выводит людей из рабства, но из рабства уже земного, в смысле земных грехов вот этих, которые обступают нас со всех сторон, да, и подчиняют дьяволу. И Спаситель, как истинный пророк, открывает нам, евангельское дает благовестие, чтобы привести нас к небесному. И Моисей свидетельствовал, говорил, пророка воздвигнет вам Господь. А получается, они тогда не слушались Моисея, а теперь они не слушаются Иисуса, как истинного пророка Божия. Это тот, имеется в виду Моисей, опять-таки возвращается к нему, Стефан, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. В собрании имеется в виду, в собрании всех людей вместе со старейшинами в пустыне, в то же время с ангелом, говорившим, опять-таки, ангел с большой буквы, как вестник высших тайн, имеется в виду тоже, опять-таки, сам Господь Бог, ну, по святоотеческому толкованию, все-таки это действительно Сын Божий, еще не воплотившийся, но уже являвшийся, как великого совета ангел, открывавший Моисею духовные истины, и тут говорится, который Моисей принял живые слова, потому что Слово Божие живое и действенное, острее всякого меча обоюдоостро, и Слово Божие ведет нас к подлинной жизни, которому, то есть Моисею, отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось. Ну, когда Моисей был как раз вот на Синайской горе, принимая закон Божий, то народ очень быстро, ну, скажем так, оскудел своим духом, потерял какое-либо вдохновение, ну, нет вот рядом лидера духовного, и оказывается, что люди не работают над собой, они легко угасают и скатываются каким-то суеверием просто-напросто, и говорит, вот не знаю, что-то долго он там находится, и сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. А почему тельца-то? Вот почему именно телец, золотой телец? Да очень понятно, потому что в Египте одно из божеств, Апис, он изображался именно как телец, как такое народное божество, и постоянно избирался действительно священный такой телец. Апис, жрецы египетские, они отыскивали его по определенным признакам, ну, типа того, что сам он должен быть темный, но при этом у него там на морде и там на боку должны быть какие-то светлые пятна, которые там чего-то напоминают, то ли скоробеи, то ли орла, там, вот, и так как этих телецов-то везде много, то обязательно кого-нибудь отыскивали, избирали, и вот он, как бы, явившийся бог в живом виде, Апис, и должен был он служить 25 лет, а вроде как больше 25 лет не положено было присутствовать этому богу, поэтому его просто скидывали в Нил, или там где-то еще топили, и потом избирали нового бога. Вот такие немножко смешные у язычников божества, ну, кто-то бревнам молится, и сейчас вот они там всякие наивоязычники, и не очень высоко-то они поднимаются в своем языческом сознании. Ну, вот тогда действительно вспомнили про этого Аписа, сделали золотого тельца, веселились пред ним. Язычество, оно в этом есть, в очень таком тупом веселье, удовлетворяя плотские страсти. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному. Ну, как бы астрология, так скажем, почитание светил небесных, и глупое представление, якобы от них зависит жизнь человека. От человека, образ Божий, от Бога зависит жизнь, а нет звезд бездушных. Значит, да, служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне за колени и жертвы в продолжение сорока лет в пустыне? Вы приняли скинию Молухову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас далее Вавилона. Вот представьте себе, что ведь народ вроде бы скиния Божия носили, да, вот тоже сорок лет изготовив скинию, ковчег завета, и Господь являлся в славе, в светлом облаке посреди золотых ирувимов, такие откровения какие-то, там из камня вода иссякалась. А при этом все равно носили скинию Молухова, оказывается. То есть вот эти вот суеверия, они всегда вкрапляются, потому что греховное начало человеческое непременно будет выражаться в каких-то таких примитивных представлениях. Вроде бы у человека нательный крестик, да, он молится Господу, а у него там подкова висит над дверью, ну, на всякий случай вдруг поможет, или кто-то какие-то там заговоры, всякие там заклинания. И вот так вот тоже скатывается к откровенному язычеству. И то же самое, и, к сожалению, был у израильтян. Вот пророк Амос здесь мы процитировали, пророк Амос. И чем завершается это свидетельство? «Я переселю вас далее Вавилона». Так пророк Амос сказал, так действительно оказалось вавилонское пленение, и потом и дальше Вавилона переселились, и пребывали там своими колониями. Ну, а Стефан продолжает, «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне». Это имеет в виду свидетельство Божие. Вот это скиния сведения, свидетельство, скиния завета, в которой ковчег. Значит, «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший, с большой буквы говоривший, Моисея сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, Иисусом Новином, «Взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших». Это уже заселение земли Хананской. Так было до дней Давида. «Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова». Соломон же построил ему дом. Ну, Давид проливал кровь, поэтому ему Господь не позволил строить храм, а вот Соломон, который не был настолько воинственен, но был премудр, и вот он воздвигает храм. И дальше Стефан продолжает. «Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет». Как говорит пророк. Это вот ключевые слова. И он ссылается на ветхозаветных пророков, и в частности на Исаию, и на других пророков, и говорит, «Небо престолма», это Господь говорит, «и земля под ножей ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» То есть, вот не думайте, что если у вас один единственный храм, то как бы вы туда запрячете Бога, и он уже не может себя нигде проявить, ведь Господь творец всей земли, всей вселенной. Господь над нашим миром пребывает в неприступной, вот для человеческого взора, божественной сфере, и под ним находится ангельский мир. А ниже ангельского мира находится мир земной, в котором люди пребывают, ну и, к сожалению, вот демоны здесь тоже вскачут, искушают людей, да, но все-таки мир, мироздание – это творение Божие, и если правильно к этому относиться, то весь мир, он в каком-то смысле тоже вот как дом Божий, и призван быть храмом Божиим, освященным благодатью Божией, но начинать нужно человеку самого себя. И да, и вот Стефан, он пытается что доказать? То, что вот иудеи, они чрезмерно привязываются к каким-то вот временным постановлениям, к одному единственному храму, не понимая, что Господь может создать на земле множество таких храмов, то есть не только вот на горе Сеи, да, вы будете поклоняться, а везде, потому что Бог ищет поклонников, которые в духе истины будут поклоняться Ему. И Стефан говорит «жестоковыны», жестоковыны, то есть люди с жесткой выя, выя – это шея. Когда, ну вот, ермо там возлагают на каких-нибудь валов, быков, да, они тянут. А тут получается, что некое животное, которое упрямое и не хочет принять на себя никакое иго, закона Божия, так скажем, человек не хочет. И вот это люди с жесткой выя, противящейся заповедям Божьим. Люди с необрезанным сердцем и ушами, то есть которые не отсекли от сердца чувственное и греховное, да, и не научили свои уши воспринимать духовные истины, а слушают в каком-то с таким, ну, с оттенком суеверности. И соблюдали вот эти обряды суеверные, так что если кто-то не соблюл, да, то того и убить готовы. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. И вот тут Стефан уже переходит из изъяснения истории богоизбранного народа, с указанием у того противления людей, пророкам Божьим, к непосредственному в каком-то смысле обличению присутствующих вот этих законоучителей, вот они сидят-то в Синедрионе, и напрямую уже говорит, как есть. То есть вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших в пришествии праведника, то есть пророков убивали, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. А это так и есть, потому что те, которые сидят в Синедрионе, они же были участниками суда над Иисусом Христом. Времени прошло не так много, от суда над Христом до суда над Стефаном. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили, то есть да, Ветхий Завет Свят, и ангелы наполняли скинию Божией, ангелы наполняли Ветхозаветный храм, но для этого нужно было и самим возвышать себя, и духовно возрастать, а не в слепом обредоверии. И Стефан готов был продолжить дальше речь, но ему не позволили. И вот записана эта речь, она на основании тех, кто присутствовал, пересказали, ну, может быть, Лука немножко где-то литературно так вот обработал, но в целом это вот все те мысли, которые высказывал именно Стефан, и он хотел продолжить, но что происходит дальше? Слушая сие, они рвались сердцами своими, искрежетали на него зубами, то есть злоба настолько их поглотила, что они просто взрывались на местах своих. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию, Иисуса, стоящего одесную Бога. Вот посмотрите, какой контраст, то есть Стефан, он прибывает, восходит к духовному созерцанию, ему открывается видение небес духовных, и он видит славу Божию, ну, как, видимо, такое неизреченное сияние света, и Иисуса, Господа Иисуса, стоящего одесную Бога, причем не сидящего, а именно стоящего, то есть как бы готового вот принять душу Стефана, как первого мученика из всех учеников Христовых, апостолов, первых христиан, самый первый, первомученик Стефан. И Иисус стоит, потому что он неравнодушен к судьбе, к участи Стефана. То есть вот Стефан исполнен Духа Святого, а вот тут какой контраст, а те исполнены Духа Злоба, и скрижечат зубами, то есть страшные какие-то эмоции их раздирают. И сказал Стефан, он говорит как есть, вот, и говорит мирно очень, «Я вижу небеса отверсты и сына человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, то есть все переклинило уже, уже дальше не могут они терпеть, и судебное заседание было прервано, никаких уже постановлений, до постановлений официальных не дошло, а происходит самосуд, по большому счету, из-за их вот этих страстей, прорвавшихся наружу. Значит, они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него и, выведя за город, стали побивать его камнями. Считалось, что вот кто обвиняется в богохульстве, он должен быть казнен вне Святого Града, поэтому спасители тоже вывели за стены Града, чтобы распять, и побиение камнями для тех, кто, ну, как бы, обвинялся в богохульстве. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана. По ветхозаветным правилам было положено так, что вот свидетели, то есть те, которые непосредственно обвинились, которые утверждали, что да, вот мы слышали, он там хулил, место сие против закона и так далее. Они должны были первыми бросать камни, то есть первыми начинать казнь. Потому что, ну, вы же сами видели, что нарушение состоялось, то вот вы первые давайте. А речь-то идет о лжесвидетелях, но поскольку они считали Стефана за врага, то, конечно, врага надо уничтожить, думали они. И вот они побивают, да. Но при этом, что немножко курьезно, получается так, что вроде бы иудеи все, да, а за одежды свои боятся, как бы кто не стянул, не украл. И, ну, чтобы легче было кидать камни, нужно сбросить верхние одежды, а вдруг кто-то украдет, да. И поэтому вот увидели юношу именем Савла, говорят, ну вот давай-ка ты посторожи, пока мы тут побиваем. Получается, что, собственно, единства-то у них единомыслия нет, потому что тут же кто-то может стянуть у них одежду и просит Савла. И вот тут впервые как раз упоминается вот этот вот Савл, впоследствии ставший великим апостолом Павлом, который достаточно охотно стерег эти одежды, не подпуская чужаков к ним, и наблюдал, наблюдал. Ну, конечно, прямо скажу, что Савл в этот момент тоже был фанатично настроен, сам он не побивал, но был участником, таким вот одобряющим свидетелем этого действия. Значит, вот побивали камнями Стефана, опять-таки, смотрите, какой контраст, который молился, Стефан молился и говорил, Господи Иисусе, прими дух мой. Мирная очень молитва о себе. И преклонив колени, воскликнул громким голосом, Господи, не вмини им греха сего, и молится о своих мучителях, чтобы Господь простил их, и сказав сие, почил. Вот так состоялось самое первое убиение христианина. Стефан у нас называется первомучеником. Кстати, большая вот часть его мощей есть в Свято-Троицко-Сергиево-Лавре, в Серапионовой, точнее, в Никоновском пределе, и в Никоновском пределе, там небольшая частица, и в Серапионовой палате. То, что примыкает к Троицкому собору, там десница первомученика, архидиакона Стефана. Это вот нужно помнить, что вот этот дар, который хранится в Свято-Троицко-Сергиево-Лавре, и мы молимся, прикладываемся, просим Стефана тоже не оставить нас своим небесным заступничеством. Ну, вот так вот начались гонения на христиан, а как они продолжились, и чем в итоге они завершились? Завершились они, конечно же, духовной победой в церкви, но о событиях, непосредственно следующих, мы узнаем в другой раз, когда будем читать восьмую главу. Всего вам доброго! Храни вас Господь!